Оптимизировать расходы, но сохранить адресную поддержку. В администрации округа принят еще ряд поправок, которые касаются сокращения расходов окружного бюджета. Особенно много изменений предлагается в сфере образования. Так, бесплатные кружки и секции будут частично оплачиваемы. Школьное горячее питание, которым Ненецкий округ славится на весь Северо-Запад, предлагается оставить только для некоторых категорий детей. Иными словами, планируя следующий финансовый год, окружным властям предстоит соблюсти баланс между экономией и социальными обязательствами. Сфера образования занимает первое место в структуре расходов окружного бюджета. В 2016 году финансирование отрасли запланировано на уровне более 5 миллиардов рублей, или почти 27% от всех расходов. Сложная финансовая ситуация в регионе вынуждает администрацию сократить расходы. Так, профильный департамент предлагает сделать частично платным дополнительное образование. 20% стоимости услуги будет платить родитель, 80% – округ. Сегодня все дети до 18 лет включительно имеют возможность посещать неограниченное количество секций абсолютно бесплатно. Наибольшее количество вопросов вызвало отмена горячего питания в образовательных организациях. Предлагаем исключить право бесплатного питания обучающихся образовательных организаций. За исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся, осваивающих профессиональные программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих государственных профессиональных организаций, в том числе и проживающих в общежитии. Данная мера социальной поддержки славится за пределами региона. Нигде по северо-западу школьников не кормят бесплатными горячими обедами. Ведь удовольствие – это дорогое. Заместитель председателя окружного собрания Татьяна Бадьян подтвердила, что питание должно быть дифференцированным в зависимости от уровня доходов семьи. Однако нужно хорошо продумать механизм реализации этой меры. Такое же мнение выразил и главный федеральный инспектор по Нейнскому округу. Это надо предусмотреть, чтобы это проходило без определенных конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях. Как в отношении детей, чтобы классные руководители не травмировали детей, не говорили, что ваши родители не сдают за питание и прочее. Потому что такие моменты, они могут быть. То есть вот эти моменты необходимо все-таки реализацию и как-то более тонко пройти и объяснить директорам, что это вынужденная мера, но тем не менее у родителей должен быть определенный выбор. Под урезание попали и расходы на поддержку молодых специалистов. Надбавки в 30-40% предлагают отменить. При этом на заседании подчеркнули подъемные для молодых педагогов и врачей, которые едут работать в село, останутся. 300 тысяч рублей для выпускников учреждений среднего профобразования, 500 тысяч вузов. Предлагаем исключить нормы, которые устанавливают персональную надбавку молодым специалистам в размере 30% и 40% окончившим организацией профессионального образования и высшего образования. Также предлагаем исключить установление надбавки к должностному окладу тарифной сетки с учетом фактической нагрузки за педагогический стаж. Почему мы это делаем на сегодня? Потому что сейчас в рамках нового порядка системы оплаты этого данного положения данные нормы запреплены в региональных нормативных актах. До 1 января 2018 года предлагается приостановить стипендии отличникам и подарок первоклассникам. В этом году 740 комплектов первоклассникам обошлись бюджету в 1 миллион 200 тысяч рублей. Лиана Храпова напомнила, что выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе сохраняются. В этом году средства на покупку констоваров и одежды получат более 1300 детей. Сумма выплаты – 18 225 рублей на каждого ребёнка. Окончательное решение по этим проектам будет принято на предстоящей сессии Собрания депутатов 27 октября.